Всем привет, Кент на проводе и прямо сегодня, ребятки, вы увидите аккаунт, который забанили разработчики. Сегодня вы узнаете, за что его забанили и сегодня вы узнаете, почему так произошло. Но самый прикол в том, что это необычный аккаунт, это самый, мать его, дорогой аккаунт Стэндов 2. Поэтому, дружище, прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал Кента ПК. Ну и конечно же, смотри без перемоток, потому что в конце всё самое интересное и вся развязка. Ну а мы начинаем. MyStandoff.ru Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru Я хотел бы сделать небольшое выступление, чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Я думаю, вы помните, или если вы не смотрели, или не знаете, у меня раньше было видео с самой дорогой аккаунт Стэндов 2. На тот момент этот аккаунт стоил 500 тысяч рублей. Так вот, пишет мне владелец этого аккаунта, вот буквально недавно говорит, Кентуха, есть срочное дело, идём в Дискорд. Я такой, в смысле, какой Дискорд, что произошло? Он такой, Кент, меня забанили. Я, ребятки, просто не смог пройти мимо, потому что я прекрасно понимаю, 650 тысяч рублей это цена этого аккаунта на данный момент. И это цена за половину квартиры. Реальная квартира, на которой люди работают годами, некоторые и жизнями работают на одну странную квартиру. И этот аккаунт стоил 650 тысяч рублей. И его забанили. Конечно, не смог пройти мимо, и мы пошли с ним в Дискорд. Дабы я не был голословным, ребятки, посмотрите на данный аккаунт и на данный инвентарь. Смотрим. На счету 145 тысяч голды. Мать его, 145 косарей. Ладно, не суть, давайте дальше. Считаем, сколько гифтбоксов. 5, 5, 10, 13 гифтбоксов. Каждый гифтбокс по 5 косарей. Это еще 145 косарей, плюс 65 косарей. Плюс Херембит Голд, который стоит 60 косарей. Плюс Статрек АКР Трэшер Хантер. То есть, ребятки, это очень дорогой аккаунт. Но сейчас вы будете просто в шоке. Посмотрите, G22 Фроузен. Раз, два, три, три. Мать моя женщина, три. И еще не просто Арканы, а Статреки. Я просто в шоке. Ну, а теперь посмотрите на АВМ Спорт и В2. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать почины. Двенадцать АВМ Спорт и В2. Я просто в шоке. Наклейка Панишер. Короче, на этом аккаунте есть абсолютно все самые дорогие скины. И при том не просто скины, а скины с наклейками. То есть, самые дорогие скины из самых дорогих. Я просто, ребятки, мягко говоря, в шоке. Вы посмотрите на все эти цены. У меня просто нету слов. Ну, а после всего этого мы пошли с владельцем данного аккаунта в Дискорд. Там, где он мне и показал, и рассказал все про этот аккаунт. Давайте прослушаем. Ну, а прямо сейчас вы, ребятки, услышите запись нашего разговора с Дискорда, где я у него спросил, за что его забанили. Возможно, багаюзил или кидал, или еще что-то. Дело в том, посмотри, если человек, который слил тебе скин за 0.03, пожалуется, типа скажет, что его... Может соврать, типа, что его кинули. Но админы ему возвращают этот скин, который он слил по лоудсне, ну, за одну голду, или за две, или за 300. Они ему возвращают. А дело в том, тот, кто поймал этот скин, они его просто банят. Без всяких пруфов. Я точно могу с уверенностью сказать, что с моих аккаунтов, вот, нету таких сообщений, типа, сделки, что я кидал. Просто ни у кого в жизни нету пруфов на меня, то, что я кого-то кидал. Точно могу сказать. Ни у кого нету. И это же несправедливо, они забанили просто. Ни за что. Теперь давайте все разосним по полочкам. Во-первых, добавили новую причину бана, это бан за мошенничество. То есть, если вас кто-то обманул на скины в игре, этого человека можно забанить. И вот этот вот парень, у которого самый дорогой аккаунт, получил бан именно по этой ошибке. И он утверждает то, что его забанили ошибочно, по причине того, что он покупал скины по лоудсне. И он говорит, что он ни при чем, что игроки путают и ставят такую цену. Но если так подумать, то реально он ни при чем. Но все ли правда с того, что он мне сказал? Вот это уже другой вопрос. И во всей этой ситуации меня смутило несколько вещей. Первое, то, что он постоянно говорил, что это аккаунт его друга, а потом оказалось, что это аккаунт его родственника. Во-вторых, он сказал, что это тот аккаунт, который я снимал на видео. Но потом оказалось, что это совершенно другой аккаунт. И в-третьих, то, что меня смутило больше всего. Ребятки, внимательно посмотрите на ID. Видите? Тут написано ID человека, который получил бан по 2003 ошибке. Это тот самый аккаунт. И, внимание. Этот аккаунт начинается на 66. Это означает, что этому аккаунту буквально 3-4 месяца от силы. За 4 месяца нафармить себе инвентарь 650 тысяч голды. Вот вопрос к вам. Возможно ли за 3 месяца заработать 650 тысяч голды на трейдинге? Ну, ребята, я, конечно, все понимаю, но для меня это что-то в области фантастики. Ну, а вот непосредственно сам аккаунт. То есть, как мы видим, тут калибровки нету, ничего нету. Парень вообще не играл на аккаунте. Нам важно только одно. Это онлайн. 500 часов. В принципе, это нормальный онлайн. Ну, нормальный ли это онлайн, чтобы нафармить 650 тысяч голды? Вот в чем вопрос. Хочу заранее вам сказать то, что я до конца не уверен, кто прав, кто не прав. Но я просто расскажу то, что я знаю. В итоге мы с ним пообщались минут 15. Он меня попросил, чтобы я связался с разработчиками. Я написал одному из разработчиков, именно комьюнити-менеджеру. На удивление, он мне ответил быстро, а не как обычно спустя неделю. И я спросил, мол, за что забанили моего знакомого? Я с ним снимал видео, это нормальный парень. И уже все ютуберы в курсе. На что мне поступил ответ, что его забанили за багаюс. И тут я понимаю, что... Блин, братан, я тебя не ожидал такого удара в спину. И на этом моменте все мои догадки сошлись. Почему аккаунту 3 месяца, на нем уже 650 тысяч голды? Почему ID разные и так далее? Я понял абсолютно все. Но для меня остается еще небольшой загадкой. Почему он попросил меня, чтобы я связался с разработчиками, если он багаюзер, по словам разработчиков? Почаны, ну это просто какая-то Санта-Барбара. В общем, если вам интересна подобная тема, пожалуйста, поставьте лайк. И вот именно под этим видео обязательно напишите ваше мнение, что вы думаете, кто прав, кто не прав. Обязательно подпишитесь на мой канал. Если будет какая-либо новая инфа, то я, естественно, выпущу продолжение. Ну что же, с вами был ваш Скин ДПК. Всем удачи и всем пока.